Заболевание туберкулезом одна из распространенных причин смерти в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно палочкой Коха заражается до 10 миллионов человек и около полутора миллионов умирает. Однако в России в последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону. Так, число заболевших за период с 2000 по 2019 год снизилось более чем в два раза, а умерших от туберкулеза более чем в четыре раза. Но на этом российские медики не останавливаются. К 2035 году эта инфекция должна полностью исчезнуть. Более подробную информацию о борьбе с коварным заболеванием нам рассказал главный врач ТУП-диспансера Мирницкой ЦРБ Валентин Самсонов. Валентин Дмитриевич, вот не зря я решила начать нашу беседу сегодня именно на детской площадке. Мы сегодня говорим о таком заболевании, как туберкулез. Вообще возможно подхватить его, заболеть, заразиться им, вот, к примеру, на детской площадке? Я вообще-то по поводу детской площадки я не сказал бы, но детская площадка всегда убирается. Мусор убираем. Еще, по-любому, в летнее время, особенно солнечная активность, это процент будет самый-самый минимальный. Самый-самый минимальный? Да, самый минимальный. Это можно будет дать случайно. Валентин Дмитриевич, тогда другой вопрос. А какое место самое опасное? То есть где максимально можно заразиться как раз туберкулезом? Самое опасное место для заразиться туберкулезом – это общественные места. Я имею в виду транспорт. Вот. Еще по-любому же ведь те места, которые, значит, люди ходят, социальные, вот, если неблагополучные люди, которые везде кашляют, где грязь и тому подобное, и все. Где там не убирается, естественно, там будет процент заболеваемости туберкулезом будет выше. Вот мы все привыкли слышать о том, что туберкулез – это когда кашляет, да? Но ведь туберкулез может поражать и другие органы, ткани человека. Какой еще туберкулез? Как он может выражаться? Ну, мы знаем, что туберкулезом заражается большинство воздушно-капельным путем. Когда люди кашляют, частицы, значит, брызги попадают на лицо, на одежду, на руки. Если не соблюдать личный гигиона, значит, эта инфекция попадает внутрь человека через верхние дыхательные пути, через желудочно-кишечный тракт. Она оседает, конечно, в инфекциях в определенном времени. Вот поэтому, я бы сказал, не только воздушно-капельный путь, есть еще контактный, то есть из грязных рук. То есть, если человек больной подержался, например, за поручень в метро или в автобусе в общественном транспорте или за перила, и человек, следовательно, не болеющий, здоровый взялся, то он, в принципе, может заразиться контактным путем. А так, да, может заразиться через пищу, которая, значит, не обрабатывается, не обертывается или там не защищается. Если там человек в определенное время активно форма туберкулеза, он может оставить свои палочки через свою вот эту самую слюну, через грязный круг. Все может оставить. Хорошо. Вот мы уже говорим о том, что вот туберкулезом можно заразиться, да, а вот вообще эту болезнь легко вылечить? Ведь когда у нас не было антибиотиков, буквально в прошлом веке, да, это была неизлечимая болезнь, называлась она чахотка, да, и ей болели очень известные люди, и они, к сожалению, от нее умирали. Но с веком, когда, вернее, когда к нам пришли антибиотики, да, с этой болезнью стало проще бороться, да, они нам стали помогать. А сейчас антибиотиками также лечат туберкулез? Да, вы правильно говорите. Туберкулез, конечно, она переходчивая. С одной стороны, на другой стороны, допустим, и одно время путешествия в них в основном были богатые люди, у кого есть корабли, у кого есть возможность путешествовать. И они, значит, были распространительными, значит, туберкулеза в европейских странах, в странах, там, где-то другого материка, и отсюда они привозили туберкулез. Поэтому одно время туберкулез был болезнью светских, более таких, как сказать, богатых людей. Но, извините, это инфекция, которая распространяется при общении, при, значит, воздушной капельным путем, и она, значит, пошла, пошла, пошла. В России, значит, с Европы, потом Сибирь, потом, значит, Якутия, и дальше, дальше она пошла. Но, с другой стороны, не все люди болеют. Некоторые люди в хорошей иммунной системе, они могут не заболеть. Процент заболеваемости, конечно, в пределах активной формы туберкулеза, я не сказал бы, 50%. Намного меньше, меньше. Вот поэтому в современных условиях, если соблюдать действительно личную гигиену, да, это один момент. Другой момент, если соблюдать профилактические вот это исследование, раннее выявление туберкулеза, если соблюдать наши вот эти этапы, все эти лечения, которые нас вылечиваем, мы можем ликвидировать туберкулез. И именно программа стоит именно вот так. В 1935 году, то есть в 2035 году, мы должны, значит, достиг до самого хорошего результата до ликвидации туберкулеза. Задача вот так стоит. А вообще эта задача выполнима? Вот эта задача, я как практик, она выполнима. Но только население именно надо приучить хорошим личной, вот именно соблюдение личной гигиены. Это один момент. Другой момент. Нормально хорошее питание, нормальные социальные условия, естественно. Почему не выполнима? Она выполнима. Матин Дмитриевич, ну вот мы с вами к клинике, да, подобрались. Вот если мы посмотрим на вот такую вот уже выраженную клинику туберкулеза, то какие симптомы ее будут? Так, выраженная клиника туберкулеза. Во-первых, она сразу была осталась в голода. Туберкулезный больной худой, бледный, одышка, да, немножко одышка, она одышка. Естественно, у него все кашель. Если вот так все измерить температуру, у него температура не так, как 38-39, у него на субфибридной температуру, то 37,2-37,5. И еще вот именно характерно. Плохой аппетит, похудание, потливость. Вот эта симптоматика, это туберкулеза. Так, следующий мой вопрос касается уже непосредственно лечения, да, туберкулеза. Насколько дорогостоящее лечение, насколько длительное лечение вот человека, которому впервые поставили диагноз туберкулез? В данное время у нас достаточно есть новые препараты, комбинированные препараты. Ну и по поводу туберкулеза, есть туберкулезы, но с лекарственной устойчивостью есть. Ну, мы подбираем в зависимости чувствительности именно организма на эти препараты. Препараты, значит, первые ряда, препараты второго ряда, третьего, четвертого, пятого ряда, все это есть. Да. И эффективность, конечно, эти препараты очень хорошие. Самое главное, пациенты все принимали поэтапно и полностью проводили курс лечения. Отсюда и результат очень сложный. Моя практика есть. Хроника вылечивается. Обычно раньше мы считали, что хронический туберкулез, она практически заканчивалась ретальными сходами. А сейчас нет, извините, сейчас мы вылечиваем хроников и достаточно, как сказать, большим остальным явлением, но люди будут жить. То есть вылеченные люди. Дальше им, что вот тем вылеченным людям, какие вы рекомендации даете? Вылеченным людям мы рекомендации даем обязательно. Два раза контрольные снимки, динамики, чтобы не упустить обострение. Мы знаем в любой момент дать обострение при неблагоподных условиях. Теперь, значит, чем раньше мы выявим обострение туберкулеза, мы тоже можем дать человеку жить дальше второй раз, значит, вылечить. Практика моя есть. Это называется рецидив туберкулеза. Бывает рецидив ранний, бывает рецидив поздний. Через 20 лет можно дать обострение туберкулеза, когда человек попадает в неблагополучные условия. Множество таких факторов. Хорошо. А вот если говорить о статистике, вот в нашем регионе, конкретно в Мирзенском районе, много таких больных? Сейчас, значит, по моим подсчетам, в Мирзенском районе состоит 29 больных. Из них БК плюсом, то есть заразная форма туберкулеза, 13. А остальные БК минусом. В этом году мы выявили первичный туберкулез по сравнению с прошлого года. Четыре человека. В прошлом году в это время было, значит, девять человек. Ну, это говорит о том, что с этим коронавирусом мы сейчас сидим в самоизоляции. В поликлиниках, значит, уже ходим меньше. Вот за счет этого у нас выявление туберкулеза стало меньше. В Мирзенском 23 человека. В Удачном 4 человека. В Чернышевске один, Орлахе один. А остальные, значит, населенных пунктов туберкулез нет. Поэтому наша задача стоит, значит, раннее выявление туберкулеза. Это, во-первых, начальная стадия туберкулеза увеличивается практически 90%. Вот. Без осложнений. Вот. Поэтому наша задача в 35-м году, мы должны, значит, добиться ликвидации туберкулеза не только в Якутии, в Российской Федерации. Вот такая задача стоит. И последний мой вопрос касается, ну, верно, точнее, рекомендации, да, того, как не заболеть и вот как контролировать вот эту вот ситуацию для того, чтобы, ну, не заболеть такой страшной болезнью как туберкулеза. Ну, я сейчас вижу по поводу коронавируса население стало, как сказать, более так подготовленное. Я имею в виду уже беспокойство о своем здоровье. Масочный режим, перчаточный режим. Это везде, значит, надо обработать руки. А почему не ходить в перчатках? Ради Бога, это перчатка. Сейчас люди начали уже привыкать к этому. Вот это войдет в ритм для населения. Это будет только плюс вот этих инфекционных заболеваний, чтобы не хватить инфекционных заболеваний. В том числе и туберкулез. Вот это большую роль будет играть. С другой стороны, это домашние условия, это провести обязательно перекрасные инфестирующие. Вот это самая уборка, это тоже будет. Нормально хорошее питание, это будет, да. Естественно, для тех, которые в низкосоциальных условиях, которые живут, им надо помочь. Вот это и есть органы, которые, значит, могут помочь этим людям, чтобы бомжей не было. Вот тогда, значит, у нас будет условия, конечно, для инфекционных, в том числе и туберкулеза. Вот это самая уценивается, будет прекрасно. Спасибо, Анатолий Дмитриевич, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова